Ребята, всем привет! В сегодняшнем видео у нас будет полное руководство по оптимизации фоновой активности приложений и настройка для долгой работы нашего телефона. То есть на первый взгляд о настройке фоновой работы приложений нет ничего сложного, но когда мы более детально об этом думаем, становится понятно, что в телефоне есть множество непонятных и даже обычным пользователям процессов, с которыми тоже надо что-то делать. Поэтому в сегодняшнем видео я подробно объясню, как настроить один из самых важных системных пунктов, который оказывает влияние на время работы при неправильной настройке смартфон быстро разряжается, скорость открытия приложений, количество кэшированных данных и связь, мобильный интернет, беспроводные подключения и остальное. Для начала откройте приложение «Безопасность», «Передача данных», «Сетевые подключения», нажмите на три точки «Фоновые подключения» и здесь объясняю все действия. Я буду сейчас перечислять все вот эти пункты и в случае, если вы хотите быстренько его найти, чтобы так не листать все подряд и не искать, вы в строке поиска вбиваете название, чтобы он автоматически вас перекидывал. И первый пункт – это YouTube, как вы видите, он у меня отключен. Отключаем, так как фоновое воспроизведение, режим «Картинка в картинке» на моем телефоне не работают, а уведомления новых видео я получаю на почту. Следующий – Android Services Library, то есть отвечает за обновление баз данных, имеет отношение к воспроизведению звука в некоторых приложениях и позволяет системе запускать таймеры, как пользовательские, так и системные, поэтому не отключаем. Google – отключать можно, но предварительно рекомендую проверить, чтобы в телефоне были отключены уведомления о погоде, активностях, событиях в календаре и прочих процессах, так как телефон может начать быстрее разряжаться. VK, Viper, Telegram, прочие соцсети и банковские приложения оставляем включенными, чтобы получать уведомления без задержки. Память календаря – если активно используете напоминания о датах и событиях, лучше не отключать. Просмотр HTML – позволяет просматривать на телефоне файлы в формате HTML, и так как большинство современных файловых менеджеров имеют поддержку этого формата, отключаем. Booker – отвечает за эффект Bokeh. Работа в фоне нужна, чтобы определять возможность редактирования снимка, но по факту является второстепенным процессом. Отключаем. Галерею – отключаю, так как не использую синхронизацию фоток в облачном хранилище. Сообщения – нам оставляю активным. K-Cared App – отвечает за шифрование данных при просмотре сайтов. Если не вдаваться в подробностях, приложение практически не имеет фоновой активности, поэтому оставляю включенным. Config Updater – отвечает за конфигурацию сервисов Google. При отключении фоновой активности могут наблюдаться сбои в Google приложениях, но телефон меньше разряжается, так как фоновых процессов у этой программы достаточно много. Google Play Services for ILO – отключаю и использую только в браузере Chrome для просмотра SD-моделей. Google Play – если включено автообновление, фоновая проверка приложений лучше не трогать. Pack Processor и Proxy Handler – отвечают за опроботку и взаимодействие с прокси-серверами. Отключать фоновую активность не нужно. Система Android – с одной стороны, в смартфонах собственными оболочками, MIUI, например, все функции системы Android дублируются и пользователям кажется, что фоновую активность этой программы можно отключить. Но на самом деле у этого приложения есть куда более важная функция – это отслеживание состояния телефона. Поэтому если отключить у нее фоновую активность, система со временем перестанет правильно оценивать состояние нашего телефона, то есть заряд батареи, яркость экрана и так далее. Поэтому я предпочитаю не выключать, особенно после обновления до Android 13. My Cloud Sins – это облачное резервирование на сервера Xiaomi. Если не используете, можно отключить, тем более, что приложение достаточно активное. WTD Service – служит для возможности обмениваться данными по сетям Wi-Fi, оставляя включенным. Cam.google.antroid.sdksandbox – это инструмент разработчиков для проверки и откладки работы приложений на разных версиях системы. Отключаем. Сервис активации Xiaomi. Не отключайте, так как телефон будет постоянно запускать два фоновых процесса без возможности завершения, из-за чего батарея будет раздряжаться быстрее. Intent Filter – Verification – в старых версиях системы при удалении телефона начинает перезагружаться, так как данное приложение является важным системным процессом. То есть в Android 13 его значение уменьшено, но отключать не рекомендую. Установщик пакетов. Отключаю, так как фоновая активность этому приложению нужна только для проверки возможности установки. Настройка устройства Android. Рекомендую не трогать, так как есть вероятность того, что перед обновлением пользователь может забыть включить фоновую активность этого приложения, чтобы в свою очередь потом увеличить скорость разряда из-за незавершенных активностей. Privat Computer Service. То есть он позволяет системе анализировать общение с голосовыми ассистентами и остальными интеллектуальными функциями прямо на устройстве. Поэтому оставляем. Fido UF 1.0. АСМ. Служит для идентификации на сайтах и в приложениях, в том числе за счет данных биометрии. Оставляем. Android System WebView. Один из важнейших компонентов системы. То есть отключать не следует. Mobile Device Information Provider. Можно не только отключать фоновую активность, но и вовсе удалить это приложение из системы. Он служит для рекламы в некоторых регионах. Carrier Services и Carrier Default App. Это системные компоненты, без которых телефон постепенно превратится в тыкву. Обязательно разрешаем этим приложением фоновую активность. Location Services. Именно к этому приложению обращаются другие компоненты системы, когда им нужны данные о местоположении нашего телефона. А фоновая активность нужна только для быстродействия. Я отключаю. Но прежде чем поступить так же, я рекомендую проверить, не случится ли сбоев в работе вашего навигатора и остальных завязанных на геопозиции приложений. Oslogin. Это компонент, отвечающий за функцию точки доступа и соединения устройств посредством Wi-Fi и Bluetooth. Оставляем. Cam.gual.com.mbms. Дает возможность операторам связи рассылать контент. Не обязательно рекламный, поэтому отключаем. Muay SDK. Рекомендую не отключать фоновую активность, так как это приложение отвечает за безопасность и могут потом появиться ошибки в одноименном приложении Muay. Поэтому это является большой частью цикла по полной настройке нашего телефона. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии, ставьте лайк этому видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok